Чашечка английского чая на английском газоне в Алматы, это возможно. Я приехала к Моисею, питомник английского газона, Джонсонс. Вот честно, почему используешь Джонсонс? Честно, потому что они сохнут, потому что регенерируются. В основном все забывают поливать, какой-то сбой в системе полива, мы даем гарантии. Потом начинается, вы постелили что-то плохое. Я точно знаю, что мы стелим это, я понимаю, за что мы переплачиваем. Мы переплачиваем. Вы переплачиваете. Но, по крайней мере, это можно залить, и он вырастет. Он вырастет на следующий год, и через год, и через три года. То есть вид у него всегда хороший. Посмотри, существует устойчивое мнение, что если газон высох, то все, он умер. Вот из твоей практики, работая там с моим газоном, с Джонсонсом, именно с Джонсонсом, что происходило у тебя, когда высыхал газон там на разных объектах? Сейчас будет время удивительных историй. Смотри, во-первых, никто не любит рассказывать о факапах, но я расскажу, у всех ландшафтников это есть. В идеальной картинке, как на объекте подключают полив, все высаживают, затем завозят в чистовую газон, включают автополив, все ровненько, красивенько растет. Это в идеальной картинке, такая картинка бывает, ну скажем, мягко не всегда. Даже если ты все учел, на свежей стройке бывают разные ситуации. Бывает, что, допустим, даже если включили полив и постелили газон, люди уехали и, допустим, не заметили там сбой программы, что-то с водой случилось, еще что-то такое. Вместо садовника у них охранник. Да, и вместо садовника охранник, любимая, да, тем, которые знают только кнопку вкал и выкал, да, или там что-то не настроили. Приезжают люди из отпуска, а там такая желтая долина сухая. Такие ситуации вообще у нас были. И почему вот в этом огромный был плюс? Мы думали, как поменять, потому что это сложная технология, нужно срезать все дернарезом, да, аккуратно, чтобы не перекапывать, потом еще, то есть делать демонтаж заново, замонтажить газон. Ну, очень сложно. Попробовали поотливать, прям заливали сильно и в течение где-то месяца, наверное, да, регенировался газон. Я думаю, что месяц, с учетом того, что его прочесывали, заливали. Ну, то есть это прям реальная история, реальная ситуация. У меня даже были объекты, где по два раза сомк газон. Я уже такая думаю, господи, хоть бы в этот раз пронесло. Нет, все нормально, да. Опять же, это была ситуация, когда охранник просто выключил поливалку, потому что она, видите ли, включалась. Знаешь, рано утром ему в будку бил сплинкер, и он такой, дай-ка я пойду выключу. Это же вопрос к наладчикам. Да, никто не заметил, что просто не было полива. Вообще регенерация – это не единственное свойство этого газона Джонсона. Одно из тоже главных свойств – это его многолетие. Даже если, когда на объекте его перерастили, допустим, и пустил он трубку, и хочет дать семена, как я про потомство рассказывал в одном видео, да, после этого, если все-таки его пониже покосить и снова дать ему вырасти именно листом, то он все равно будет вырасти листом. Почему именно Джонсонс так делает? Потому что это американская селекция, то есть и американцы, ну, конкретно, то есть в Южной Америке, они смогли вывести эту селекцию, которая растет много лет. Вот. Более бюджетные, допустим, травы там используют, более бюджетные селекции, которые недорогие используются, они, как правило, один раз вырастают, если один раз они высохли, то все, его уже не вырастешь. Кстати, это тоже, знаешь, относится к факапам, потому что, когда ты даешь четкие инструкции, говоришь, косить ровно там, держите, вот здесь там сантиметра 4-5, да, наверное, сострижено? Да, 5 – хорошо. Держите 5 – это хорошо. Ты приходишь, и такой голос стоит. Потом мы его подстригли, и, естественно, вида уже никакого, так как Рейграсс дает эту трубку, и уже ощущение того, что желтые пятна. Вот это, кстати, очень большое преимущество, за которое я его очень люблю, что можно выждать время, и он заново отрастет таким каком. Вообще трубку дает и Рейграсс, и осеница, и мятлик просто в разное время. Первым, самым первым, такую тоненькую, быстренькую выстреливать, буквально за две недельки – это мятлик. Потом овсяница поднимается, она вот дает высокую трубку. Почему газон вообще, в принципе, растет трубками? Это тоже злаковое растение. Если что, как многие у нас хотят в городе высаживать злаки и убрать газон, вот, пожалуйста, он, злаковое растение. Смотри, Юль, такой еще вопрос. Вот ты же переплачешь за газон? Да. Потому что у меня дорогой газон, потому что я использую семена Джонсонс. И вот ты как считаешь, есть смысл переплачивать за хорошие семена, за хорошую селекцию? Конечно, есть смысл. Если я у тебя его покупаю, то и количество. Кстати, Юля в прошлом году заняла первое место у меня по объему выкупленного газона. Не скажу, сколько, но много. Конечно, стоит. Ну, то есть, в нашем случае, почему мы переплачиваем, да, как дизайнеры, когда делаем закуп на объект, ты больше нервов, денег, сил и репутации потратишь на исправление ошибок. То есть, мои клиенты, они платят за красивый результат. Они платят за картинку, как с Пинтерестом. Поэтому я всегда выбираю штучно самые лучшие растения. Я всегда делаю акцент, посмотрите, мы покупаем вам самый дорогой. Вот этот родненький выбрать. Газон, да. Это самый каменистый камень и все остальное. Нет, правда, он стоит этих денег. И я всегда говорю об этом клиентам. У меня даже есть такое спецусловие. Если хотите взять дешевле, я вам не советую, мы под это не подпишемся. Потому что даже, когда вы режете газон, вот в этом большой плюс, что сама по себе подушка корневая, она достаточно большая, земляная подушка большая. То есть, у меня выброса с машины, ну, в машине 200 квадратов, я не знаю, там, ну, если обрезков, там, только когда ты ровняешь, как кафель, да, вот только обрезки. А вот выброса не бывает даже квадрата. Просто ломаного газона. Это тоже плюс, потому что когда-то мы покупали, тоже не буду говорить, какой газон, но менее дорогой, значительно менее дорогой. Но выброс был вот со 100 квадратов, где-то палетка, это сколько, 20, да? 20 квадратов. 20 квадратов со 100 квадратов, он просто выкидывали. Потому что он сыпался, то есть ты его складываешь, начинает высыпаться, и ты ровно не можешь сформировать вот эту вот кладку, да, чтобы швы нормально срастались. То есть, конечно, он стоит этого. Ну, спасибо большое за выбор, за доверие. На самом деле, я очень трепещу всеми клиентами, которые, Юля, мы с тобой проходили это не раз, говорили, моя сеть! Я говорю, сейчас, Юль, все будет! Честно, ошибки бывают у всех, у всех бывают какие-то недочеты, но я всегда стараюсь выруливать. Это правда, 100%. Да, Юля в этом убедилась, были ситуации, ааа! Так что, друзья, спасибо, что посмотрели до конца это интервью, ну, немножко, так сказать, знакомства. Юля приехал ко мне в гости, вот, и мы все говорим вам пока!